Доля китайских брендов на нашем рынке будет расти. Производственной мощности по утилизации пока что недостаточны. Очень жесткий, скажем так, регламент по отношению к производителям и дилерам. Он запрещал даже предлагать дополнительное оборудование. Были применены штрафы к дилеру. Мы наблюдаем, что покупатель автомобиля, он в принципе молодеет. Всем привет, меня зовут Дамир Селикпаев. И сегодня в гостях нашей рубрики Q&A генеральный директор АМАР, Артур Мискарян. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, Дамир. Как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о ситуации на казахстанском авторынке. И нам есть что обсудить, потому что эта отрасль у нас активно развивается так или иначе в последние годы. И начнем с одних из последних новостей. На днях были опубликованы прогнозы о том, что китайские автомобильные бренды, которые планируют производить у нас в Казахстане, в ближайшие год-два превысит число произведенных автомобилей других стран, которые также производятся в Казахстане. Как вы считаете, возможна ли эта ситуация, когда число произведенных в Казахстане китайских брендов будет превысить число других марок? Знаете, тут очень важно понимать, что казахстанский рынок сам по себе, он открыт для брендов из разных стран, тем более открыт для инвестиционных проектов, которые нацелены на то, чтобы создавать у нас в стране производство, обучать квалифицированный персонал, инвестировать в дилерские сетки и так далее. Но в том, что касается, ну скажем так, отдельных высказываний относительно экспансии или нашествия, как некоторые говорят, китайских брендов, очень важно понимать, ну, реальные цифры. Почему? Потому что, когда мы вот, ну, субъективно оцениваем, глядя просто, например, на улицы, надо отдавать себе отчет в том, что мы до совсем недавних пор, мы, в принципе, почти не видели китайские автомобили у себя. У нас совсем до недавнего времени официально было только два китайских бренда представлено. Сейчас их у нас в стране представлено уже 11. Так вот, вот сейчас по прошествии года мы фиксируем, что китайские бренды в совокупности все вместе взятые, реализовали у нас в стране примерно 23-24% от всего объема проданных автомобилей у нас в стране. Безусловно, грубо говоря, четверть рынка – это отнюдь не малый показатель. Но надо понимать, что у нас в стране присутствуют другие бренды, которые у нас в стране, что важно, уже локализованы, которые привычны и понятны потребителю. Поэтому, безусловно, мы можем говорить сейчас о том, что доля китайских брендов на нашем рынке будет расти. И на самом деле это такое явление, скажем так, неизбежное, которое касается не только казахстанского рынка, не только рынка стран СНГ, но и мирового автомобильного рынка в целом, за исключением лишь, наверное, Соединенных Штатов. Но в этом плане есть отдельная история, связанная с политическими, скажем так, рычагами воздействия. В остальном китайское правительство в последние 25 лет очень активно, даже справедливо будет сказать, агрессивно поддерживает свои предприятия. И поэтому та тенденция, которая сейчас наблюдается, она закономерна. Другое дело, что международно-политический, скажем так, фактор, который возник в 2022 году, вот эти конфликтные ситуации, военные истории между Россией и Украиной, она ускорила этот процесс, безусловно. Почему? Потому что заводы, которые действовали в России, они были приостановлены, а это заводы, на минуточку, выпускающие автомобили, там, Toyota Camry, Toyota RAV4, которые весьма-весьма популярны были, не только у нас в Казахстане, но и в СНГ, в принципе. Это завод Renault в Москве, который обеспечивал значительную долю сбыта, скажем так, как в России, так и в Казахстане. Это заводы Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, огромный завод, на самом деле, предприятие в Калуге, которое обеспечивало не только российский рынок и рынок СНГ, но и рынок некоторых стран, в том числе и Восточной Европы. Соответственно, ну, как говорится, святое место пусто не бывает. Ниша освободилась, ниша тут же заполнилась. Этим и объясняется то, скажем так, расширение присутствия китайских брендов. Но другой вопрос, что с казахстанского рынка остальные бренды уходить не спешат по объективным причинам. Поэтому, скорее всего, каждый из брендов, тем более локализованных брендов, будет находить в Казахстане свою нишу, будет находить своего покупателя. Ну, тем не менее, вот, да, Нурланд Смогулов анонсировал скорый запуск, там, в 25-м году, кажется, или, возможно, даже в конце 24-го своего китайского мультибрендового завода, да, в Кустанае там строятся новые производственные площадки по сборке тоже китайских автомобилей, да, китайских брендов. То есть все равно это уже будет, им проще, китайским брендам будет проще продавать в Казахстане, реализовывать свои модели. Безусловно, что локализовано на рынке, то продается больше и лучше. Почему? Потому что локализованный автомобиль, он всегда с точки зрения ценовой привлекательности имеет преимущество перед импортом. Другое дело, что у нас присутствуют другие бренды, в том числе корейские бренды Hyundai, Kia, Chevrolet, которые, на самом деле, ну, скажем так, они имеют определенные позиции в потребительских привычках. А эта вещь, она, ну, весьма значима при выборе автомобиля, тем более, если учесть такой консервативный все-таки подход. Чаще всего автовладельцы более консервативные. Да, потребителей в странах СНГ. Но, безусловно, да, как мы с вами уже сказали, присутствие китайских брендов будет расти, конечно. А что можно сказать по российскому автопрому, в частности, АвтоВАЗу? Да, вот несколько лет назад производство у нас практически прекратилось. И вот осенью руководители российского автогенента говорили о том, что они хотят вернуться в Казахстан именно в качестве производителей. Опять же, назвали в качестве производственной площадки СРРК Автопром. Насколько им будет легко это сделать вообще? И, возможно, ли их большой возврат, да, там, 2.0 в Казахстан на 5 в текущих реалиях? Ну, безусловно, присутствие, скажем так, российских автомобильных брендов, в том числе и «Лада» на казахстанском рынке, оно закономерно по нескольким причинам. Ну, во-первых, как мы с вами ранее обсуждали, это та техника, которая понятна, доступна, доступна не только с точки зрения стоимости покупки там или стоимости, скажем так, обслуживания кредита на покупку автомобиля, но и доступна с точки зрения сервиса, там, комплектующих, специалистов квалифицированных, которые могут обслуживать эти автомобили. Другое дело, что надо учитывать приоритеты российских производителей, и это касается не только «АвтоВАЗа» в нынешних текущих условиях. Ну, если совсем коротко говорить, то мы с вами знаем, что производственная линия «Лада», она в Кустанай присутствует, работает, эти автомобили на нашем рынке есть. Другое дело, что их доля сейчас, ну, не так высока, как гипотетически она может быть, потому что потенциал этих автомобилей на нашем рынке весьма высок. Но чем это всем объясняется, наверное, стоит сказать об этом. В нынешних условиях российского рынка, скажем так, фокус производителей домашних в России, он сейчас сосредоточен на том, чтобы обеспечить домашний рынок и сохранить свою долю. Потому что мы знаем с вами, что те же китайские бренды, которые, ну, пока что по большей части в Россию импортируются, они, тем не менее, ну, скажем так, начинают пользоваться все более высоким спросом. И на сегодняшний день в России полноценно локализованы автомобили только одного китайского бренда, это «ХВЛ». В будущем, возможно, будут появляться новые предприятия, и, собственно говоря, российские производители это понимают. Они, как никто, знают свой домашний рынок, и, безусловно, они будут сосредоточены на том, чтобы производственные мощности на домашнем рынке наращивать. Ну, как минимум, в силу того, что это во многом, на самом деле, наверное, экзистенциальный вопрос для российских автопроизводителей. Хотя, при этом, надо понимать, что российские производители, они заинтересованы в присутствии как в странах СНГ, так и даже на более отдаленных рынках, в том числе некоторых странах Африки и Латинской Америки. Поэтому, безусловно, их присутствие, оно продолжится. Другое дело, каким образом будут распределяться, скажем так, производственные возможности. То есть, в любом, по традиции, они какие-то комплектующие должны сюда поставлять, в Казахстан, хотя, несмотря на то, что своим собственным предприятиям, которые расположены в России, им самим может не хватать тех или иных запчастей. Вы знаете, вот в том, что касается домашних предприятий в России, вопрос комплектующих там, ну, по большей части уже закрыт, на самом деле. Сейчас гораздо острее стоит вопрос именно производственных мощностей. Именно поэтому ведь происходит то, что мы с вами видим относительно там заводов в Петербурге, куда тоже в ближайшее время, по всей видимости, будут направлены специалисты того же АвтоВАЗа, и где в перспективе, по всей вероятности, также будет налажено производство автомобилей Лада. Потому что, ну, объективно, производственных мощностей не хватает. Несмотря на вот эту парадоксально сложившуюся ситуацию, с одной стороны, мы видим, что многие заводы приостановили свою работу, и как бы, ну, мы, исходя из этого, понимаем, что заводы простаивают. В некоторых случаях это так, действительно. Но при этом вопрос, скажем так, перехода в собственность до определенного момента не решен относительно, ну, нескольких предприятий. И, по сути дела, это, ну, во многом вопрос времени, наверное. Времени и, наверное, здесь важно сказать, ну, скажем так, международно-политической обстановки и ситуации на мировом рынке в целом. — То есть, да, уйдет ли окончательно тот или иной бренд, оставит ли он активы, которые имеются в России, или попытается найти какой-то компромисс, выждать время и так далее, да? — Безусловно, безусловно. Знаете, есть несколько брендов, которые, ну, с одной стороны, скажем так, существенно сократили свое присутствие в России, но при этом эти бренды входили, ну, в топ-3 по выручке в российском рынке. Один из них даже был, ну, по сути дела, почти треть рынка новых автомобилей сохранял за собой вот до событий 22-го года. Поэтому, безусловно, не все, скажем так, торопятся этот рынок покидать по разным причинам. Поэтому вот этот процесс во многом растягивается по времени. — Ну, понятно. Давайте вернемся немножко к нашим реалиям, да? — Да, давайте. — Поговорим о цифрах казахстанского автопрома. Сколько вот в прошлом году было продано новых автомобилей, сколько было произведено в целом, вот, ну, собрано по стране. Вот расскажите об этом. — Ну, по итогам этого года цифры, ну, в том, что касается продаж новых автомобилей, они вот буквально в ближайшие дни уже будут сведены цифры за декабрь. Но сейчас вот так я вам могу сказать о том, что это очень близко к уровню 200 тысяч, примерно 197-198 тысяч проданных новых автомобилей. То есть мы по рынку фиксируем рост почти на две трети, ну, если быть точнее, примерно 57 или 58 процентов прироста мы фиксируем. Тут, знаете, наверное, интересно будет сказать, что вообще наш рынок с 2017 года, он, как правило, за год прирастает на 20-25 процентов, но 22-й год стал исключением, там мы показали рост гораздо более скромный, 5 процентов. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, была отрезана значительная часть импорта со стороны российских предприятий. Поэтому тот рост, который был достигнут, вот этот 5 процентов, он, по сути, его составили производственные мощности внутри нашей страны и поставки импортных автомобилей из Китая. — Такие первые ласточки в тот втором году, это еще такие первые ласточки были, можно сказать. В этом году мы видим цифры гораздо более высокие, ну, в том, что касается динамики роста, чем, соответственно, предыдущим и годами ранее. Это связано во многом с фактором отложенного спроса. Почему? Потому что 22-й год все-таки он оказался остро дефицитным для нашего рынка. И поэтому многие потребители, безусловно, приходя в автосалон, они сталкивались с тем, что автомобиль нужно ожидать даже там на условиях предоплаты 6-7, в некоторых случаях 8 месяцев. Часть покупателей, в принципе, уходила на вторичный рынок искать похожие предложения, но с небольшим пробегом, ну, как правило, фокус в таких случаях сосредотачивается на автомобилях возрастом до 3 лет. А часть действительно просто откладывали свою покупку, либо, ну, скажем так, сберегали свои деньги на депозитах, ввиду того, что, ну, скажем так, ситуация с банковскими ставками к этому весьма располагала. Ну, и в целом, все-таки, давайте вернемся, сколько было произведено автомобилей новых в Казахстане? Мы сказали, что продали примерно по году 23-му 195-197 тысяч, и сколько из них было произведено? Смотрите, с точки зрения распределения, скажем так, долей между импортными автомобилями и автомобилями, произведенными у нас в стране, то почти 70% спроса приходится на модели, локализованные в Казахстане, ну, и, соответственно, оставшаяся доля — это импортная техника. В целом, если о цифрах говорить более конкретно, то производство в целом всех видов техники у нас в стране за 23-й год, ну, по всей видимости, это будет 150 тысяч единиц техники. Поэтому вместе с коммерческими говорим. — Да-да, из которых примерно 125-130 тысяч придется на легковые автомобили. — А можно сказать, сколько марок у нас примерно в Казахстане собирает, ну, брендов производит, собирает, локализует? — Ну, если вы имеете в виду бренды, которые в целом представлены у нас в стране, будь то локализованная техника или импортная техника, то это действительно сейчас несколько десятков брендов. Но если мы с вами фокусируемся на моделях, которые у нас в стране выпускаются, то, в принципе, мы с вами можем сочетать на пальцах эти бренды. Собственно говоря, это китайские Jack и G-Tour, это Chevrolet, Hyundai, Kia и, собственно говоря, автомобили Lada, которые небольшими тиражами в нашей стране сейчас выпускаются. — Вот это тот костяк, скажем так, который формирует перечень техники, которая производится у нас в стране. Безусловно, можно назвать еще несколько наименований техники коммерческой, в том числе легкой коммерческой техники Jack, например. Кстати, в этом сегменте это единственный китайский бренд, который локализован. Ну и это сельскохозяйственная техника и пару-тройку единиц можно назвать спецтехникой, и, безусловно, автобусы, да. — Артур, а можете сказать, что сегодня происходит на рынке поддержанных автомобилей? Падают ли цены, падают ли продажи, или все держится на прежнем уровне, как это было там в 22-м году, в 21-м? — Знаете, 22-й год, он на самом деле запомнился, кроме дефицита на рынке новых автомобилей, серьезным ростом цен на вторичном рынке. Мы даже косвенно с вами уже обсудили, почему, потому что, приходя в автосалон и не находя нужного автомобиля, или сталкиваясь там с длительным сроком ожидания автомобиля, человек обращался на вторичный рынок, и, соответственно, в значительной степени вот этот фокус спроса сместился, и в результате того, что спрос в этом сегменте вырос, выросли и цены закономерно. И, ну, тут, наверное, стоит цифры назвать. Дело в том, что в таком своем нормальном, адекватном состоянии наш рынок, как правило, рынок вторичных автомобилей подразумевает примерно 800-900 тысяч сделок ежегодно. В 22-м году это было примерно 1200 сделок, соответственно... Миллион двести. Да, да, прошу прощения. И, соответственно, такой рост спроса, он повлек и ценовой рост закономерно. В 23-м году, уже во втором полугодии, ситуация начала стабилизироваться как на рынке новых автомобилей, так и на вторичном рынке. В том, что касается рынка новых автомобилей, то тут важно сказать вот что. Во-первых, для игроков, ну, скажем так, стала более понятна логистика автомобилей или комплектующих для производства. Это было, ну, скажем так, определяющим фактором во многом. Почему? Потому что, если раньше комплектующие или автомобили поставлялись по относительно несложной цепочке с российских предприятий или через Россию, но с европейских, например, заводов, то теперь эта цепочка в значительной степени усложнилась. Соответственно, это другие сроки поставки, это другие цены на логистику и это гораздо более сложное прогнозирование и выстраивание ритмичности поставок, что тоже важно. Соответственно, в силу того, что во втором полугодии все эти факторы, как бы, ну, скажем так, стали снижать свое влияние на рынок, с позволения сказать, то и цены на новые автомобили в некоторых категориях, они скорректировались. Здесь вы, возможно, видели данные, которые были недавно опубликованы. Примерно на 300-350 тысяч снизился средний чек. То же самое мы зафиксировали и на рынке вторичном. Опять же, наверное, это можно объяснить, скажем так, законом сообщающихся сосудов в определенной степени. Когда рынок пришел вот в такой, в такое более-менее сбалансированное состояние, стали более стабильные цены. Ну, стоит ли ожидать понижения цен на вторичном рынке на поддержанные автомобили? Все-таки многие считают, что у нас они неадекватно все равно завышены. Ну, знаете, вторичный рынок, он вообще характеризуется как такая вещь весьма-весьма стихийная. Почему? Потому что ни одному частному продавцу никто, в принципе, не может запретить установить ту цену, которую он себе видит по тем или иным причинам. Другое дело, что тут возникает вопрос к продавцу. Его цель, скажем так, продать автомобиль или его удовольствие продавать автомобиль. И в этом плане, конечно, рынок, он неизбежно балансирует. Эту, скажем так, ситуацию. В том, что касается того, что можно прогнозировать. Ну, надо понимать, что рынок, в принципе, у нас неуклонно становится, ну, давайте пафсно скажем, но он становится более прозрачным, более белым. В том числе и в сегменте поддержанной техники. Почему? Потому что очень многие автовладельцы, они все чаще предпочитают сдать свой автомобиль в трейд-ин. Ну, во-первых, потому что это, в принципе, удобно с точки зрения там затрат по времени, силам, нервам и всему прочему. Во-вторых, сдача своего автомобиля в трейд-ин, она зачастую гораздо более выгодна. Почему? Потому что она приносит, ну, определенные бонусы со стороны дилера, продающего новые автомобили. Будь то скидка на сам автомобиль, либо дополнительные преференции там по обслуживанию, по нескольким, например, ТО автомобиля. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что сдача автомобиля в трейд-ин, она может, скажем так, быть, может казаться, давайте скажем так, менее выгодной. Потому что, казалось бы, выставив свой автомобиль на какую-то доску объявлений, мы можем выручить больше. Но, буквально, просчитав ситуацию там на 2-3 шага вперед, очень быстро приходит математика, которая говорит о том, что сдача в трейд-ин становится все более выгодна. Почему это важно для дилеров? Это тоже стоит сказать. Дело в том, что рынок подержанных автомобилей – это такая своего рода очень стабильная гавань, которая, по большому счету, в трудные времена для дилера, а 22-й, например, год и половина, первая половина 23-го были реально трудными временами для большинства игроков. – Это именно тот сегмент, где можно заработать, по крайней мере, на обслуживание кредитов и на содержание персонала. – Операционные расходы. – Да. – На практике операционных расходов. – Да. – Ну, то есть рынок сам себя, так или иначе, он будет сам себя регулировать, да, вот. Как будет развиваться ситуация, если гражданам будет выгоднее брать новые автомобили, да, в сравнении с бувшными, примерно, одноклассниками, то они, конечно, будут брать новые, и, соответственно, со временем, рано или поздно, возможно, можно ожидать еще некоторую коррекцию на вторичном рынке. – Безусловно, в конечном итоге все решит, ну, скажем так, соотношение между спросом и предложением. – Что можем сказать по рынку электромобилей? Мне кажется, 23-й год также стал неким бумом на нашем рынке. У нас появилось очень много разных марок, там, в частности, вот китайских, да, Зикров и так далее. Как будет развиваться здесь ситуация, как вы считаете? – Знаете, это такой очень модный сегмент в последние пару лет, и во многом он объясняется, ну, конкретно на примере Казахстана, во многом эта мода объясняется тем, что у нас ведь в ЕЭКе, как вы, возможно, слышали, было принято решение о введении, скажем так, квот на беспошлиный ввоз электромобилей. И вот в 23-м году казахстанская квота составила 15 тысяч электромобилей, которые можно было ввести беспошлино. Ну, по сути дела, там, затраты покупателя большей частью находились на логистику автомобиля, да, безусловно. – А если я не ошибаюсь, там около 8-9 тысяч, да, продали за 20 тысяч? – Вот дело в том, что, да, я вот именно к этому хотел привести наш с вами разговор. Дело в том, что за год в итоге эта квота освоилась, ну, чуть меньше, чем наполовину. И, соответственно, было принято решение эту квоту продлить на, вот, ну, теперь уже нынешний 24-й год. И, по всей вероятности, в 25-м году, ну, опять же, если не будет каких-то резких, скажем так, сдвигов или потрясений, вероятнее всего в 25-м году тоже эта квота продолжит свое действие. Другое дело, там, каковы будут объемы, ну, к этому разговору можно будет вернуться во втором полугодии 24-го года. Почему квота нынешняя, скажем так, вот, с 23-го года освоилась, ну, скажем так, не полностью? Тут важно понимать, что даже с учетом всех преференций электромобиль базово, он гораздо дороже, чем аналогичный автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, да. И, соответственно, потребитель в большинстве случаев приобретет именно тот автомобиль, который ему более понятен, тот, который более доступен и тот, который более предсказуем с точки зрения потери стоимости в ближайшие 3-5 лет. В случае с электромобилями пока такой предсказуемости нет. Это пока, ну, скажем так, такой модный тренд. Безусловно, спрос на электромобили в обозримой перспективе будет расти, как минимум, в силу того, что, ну, все-таки действует такой, давайте скажем, фанатский интерес к этому виду техники. Но, так или иначе, это нишевые автомобили. И в казахстанских условиях, и особенно если учесть географию, климат и прочие факторы, в том числе и инфраструктуру, связанную, ну, те же зарядные станции, мы, скорее всего, продолжим оценивать электромобили как такой нишевый продукт. То есть это все-таки еще не масс-маркет далеко? Да, безусловно, безусловно. Ведь сама по себе эксплуатация электромобиля, она ведь тоже весьма специфична в том смысле, что взять, например, ну, например, расстояние между городами в Казахстане. Сами понимаете, электромобиль это, как правило, это техника, которая не должна выезжать за пределы города. Кроме того, вопрос зарядной инфраструктуры. Ну, вот смотрите, если говорить об Алматы, например, или об Астане, то мы, по большому счету, можем, может быть, с натяжкой, но мы можем говорить о том, что вопрос инфраструктуры в больших городах решен. Потому что фактически зарядки есть. Другое дело, что есть там определенные проблемы с обслуживанием этих зарядок, потому что зачастую там обозначенные в приложениях тех же для зарядок, обозначенные как работающие станции, зачастую не работают, могут быть демонтированы. Вот в Астане тоже такие случаи есть. Тем более, в силу того, что сейчас еще есть вот этот фактор, связанный с регуляторным, скажем так, воздействием на эти зарядки, потому что у нас сейчас ведь действует временный запрет на установку в паркингах и так далее. Вот здесь, кстати, важно обозначить, что этот запрет именно временный. Почему? Потому что в, скажем так, в правительстве и в Машилисе есть очень четкое понимание того, что этот вид техники, он имеет, скажем так, определенные основания для того, чтобы распространяться. Но при этом пока нет нормальных написанных зафиксированных правил по установке, по эксплуатации, по пожарной безопасности в том числе. И, соответственно, как только этот вопрос будет проработан, запрет на установку зарядных станций в определенных местах он будет снят. Но здесь я бы хотел добавить вот что. Даже если, ну вот гипотетически мы с вами представим сейчас, что, скажем так, нашлось, например, нашелся какой-то инвестор, либо там внутренние источники фондирования. И у нас в стране, скажем так, возникли реальные предпосылки для создания большой, действительно, страновой сети по установке и обслуживанию этих самых зарядных станций. У нас в стране есть другая проблема. Это дефицит как таковой электроэнергии. Мы, в принципе, в последние годы находимся в дефиците. Мы почти треть объема электроэнергии закупаем. Это одно. Второе. Ну, есть вполне, скажем так, определенное и вполне понятное состояние линий электропередачи и, в принципе, инфраструктуры в целом энергетической. И в этом плане резкое повышение нагрузки, оно, ну, давайте прямо скажем, оно драматическим образом может сказаться на, в принципе, состоянии электросетей и на структуре потребления, скажем так. То есть это еще до конца тоже неясная ситуация, да, как вообще этот рынок электрокаров будет развиваться у нас. Я бы, наверное, здесь еще хотел добавить такой момент. Вот, ну, я по работе сотрудничаю с разными коллегами из Европы, которые говорят относительно вот этих, скажем так, законодательных норм, принятых в некоторых странах Европы. Я имею в виду запреты на выпуск ДВС, там, в 30-м, в 35-м году, там, и так далее. Ну, в зависимости от страны, там, даты обозначены разные. В принципе, в кулуарах сейчас в нескольких странах одновременно обсуждается вопрос о том, чтобы, ну, я дословно скажу, более гибко подойти к установленным запретам, в отдельных случаях даже рассмотреть возможность переноса этих запретов. И поэтому, ну, поэтому, скажем так, здесь есть существенная доля непредсказуемости, в принципе, в этом моменте, поэтому, поэтому, наверное, только с истечением времени мы сможем давать какие-то более внятные, более уверенные конкретные прогнозы. Давайте перейдем немножко к более горячей теме, к утильсбору. Как у вас сейчас ситуация там? Что происходит? Ну, в том, что касается утилизационного сбора, знаете, вообще интересно, на самом деле, за последние несколько лет эта тема, и, в принципе, сам по себе этот сбор, он во многом в общественном сознании превращен из такого инструмента таможенно-тарифного регулирования в инструмент вероятного зарабатывания, с позволения сказать, политических очков. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, мы имеем вполне четкое, вполне конкретное определение позиций как правительства, так и главы государства относительно того, что отрасль мы будем развивать, преодолевая так или иначе все, скажем так, трудности взросления отрасли, проходя через возможные кризисы разного рода, но, тем не менее, есть понимание, что отрасль необходимо развивать. С другой стороны, важно также, наверное, отдавать отчет себе в том, что в целом вся эта дискуссия, она во многом обусловлена, ну, скажем так, делением рынка на два больших сегмента. По сути, это сегмент импортной техники и это сегмент отечественной техники. Мы, в принципе, до относительно недавних пор, ну, если там говорить о тех цифрах, которые вот у нас, например, ведутся, с 2011 и ориентировочно по 2014-2015 год, мы пребывали в таком состоянии, что автомобильный рынок, он испытывал, ну, такое, скажем так, сильнейшее давление импорта и доля продаж импортной техники, хотя вот в эти годы у нас уже, в принципе, были предприятия внутри страны, выпускающие автомобили в разных регионах, да, но, тем не менее, доля импортной техники тогда составляла 85% рынка. И парадоксальная ситуация, несмотря на то, что в стране производились, в принципе, на разных площадках разные автомобили, гораздо более доступные с точки зрения, там, той же цены, у нас, тем не менее, в лидерах продаж была марка импортных автомобилей, которые, ну, в силу того, что в силу там определенного, скажем так, таможенно-тарифного состояния рынка на тот момент имела вот такой, ну, давайте скажем, подогревающийся, что ли, спрос. Затем ситуация стала меняться внутри страны, дело в том, что производственные мощности стали наращиваться, позиция государства стала более однозначной относительно того, что нужно развивать отрасль или нет, стали включаться, скажем так, инструменты таможенно-тарифного регулирования, и со временем, когда доля импорта в этих условиях, что на самом деле закономерно для любого рынка, для любой страны, где, скажем так, одним из приоритетов стало развитие машиностроения, доля импорта стала сокращаться, и, соответственно, возникла, ну, такая, скажем так, в некоторых кругах общества дискуссия относительно того, что корректно или некорректно использование там тех или иных таможенно-тарифных инструментов. Хотя, безусловно, все эти инструменты в том или ином виде, с теми или иными названиями, они используются в любой стране, где, так или иначе, есть собственное производство автомобилей. И, собственно, именно поэтому, наверное, можно предполагать, что вот эта тема, она стала во многом такой, больше, она стала носить в большей степени политический окрас. Почему? Потому что потребители ведь на самом деле, они тоже оценивают ситуацию своим кошельком. Сейчас ситуация, как мы с вами уже обсудили, такова, что почти 70% покупателей выбирают ту технику, которая выпускается в Казахстане. И почему? Потому что она, во-первых, более привлекательна с точки зрения цены своей при приобретении по сравнению с импортом. Ну да, объективно для этого созданы условия. А во-вторых, потому что, скажем так, перечень выпускаемой техники, он с каждым годом становится все шире. Может быть, там кому-то хотелось бы, чтобы ассортимент выпускаемой техники рос более быстрыми темпами. Ну вот, реальность на сегодняшний день такова, что вот имеем такие темпы. Ну, сейчас правительство продолжает собирать утилизабор? Или приостановили? Ну, насколько я знаю, приостановили? Администрированием утилизационного сбора у нас занимается Жаслдаму. И, как вы знаете, сейчас продолжаются судебные тяжбы с предыдущим оператором, с предыдущим администратором утилизационного сбора. Ты его ропу. И поэтому, ну, сейчас эта процедура, скажем так, процесс, скажем так, переноса обязательств от предыдущего оператора к нынешнему, он имеет такой, ну, во многом такой замедленный характер. Почему? Потому что, ну, есть объективные обстоятельства, там параллельно идет несколько судебных процессов, которые, ну, наверное, на моем месте, наверное, было бы некорректно комментировать. Но вот, тем не менее, опять же, объективная реальность, идут разбирательства. Ну, вообще, есть понимание, куда уйдут или пойдут средства, которые собираются вот за счет утилизабора? Ну, знаете, безусловно, да, хотя, опять же, наверное, здесь было бы более правильным услышать точку зрения, там, и позиции самого оператора. Ну, тем не менее, да, мы понимаем, что есть определенные задачи, связанные с утилизацией техники в стране. И утилизация техники, она ведь подразумевает не только, скажем так, пресс кузовов и там разбор определенных деталей, там, того же двигателя и всего прочего. Вопрос касается также и утилизации технических жидкостей и всего прочего. Поэтому вот эти все, вот эти все операции технические, все процессы, связанные с технической стороной вот этого процесса, они, в принципе, требуют, требуют определенных инвестиций, требуют определенных затрат. Поэтому, определенно, те средства, которые аккумулируются сейчас, будут иметь определенное, конкретное, вполне назначение. Мы с вами были свидетелями... То есть, конкретно на утилизацию. Да, мы с вами были свидетелями того, что 100 миллиардов тенге было направлено на программу льготного кредитования. Ну, опять же, это те средства, которые выделялись на возвратной основе, как, кстати, и те средства, которые в предыдущих итерациях программы льготного кредитования выделялись. Поэтому, ну, наверное, это все, что можно сказать. А у нас есть предприятия, которые занимаются как раз утилизацией старой техники? Знаете, есть, скажем так, разные предприятия в стране, которые, ну, тем или иным образом, те или иные детали автомобиля, вышедшего из эксплуатации, могут утилизировать. Но дело в том, что это ведь вопрос во многом обновления странового автопарка. Я вот нередко говорю о том, что обновление странового автопарка – это процесс не только ввода в эксплуатацию новой техники, но и вывода старой. Да, да. И когда мы говорим о страновом автопарке, который у нас сейчас насчитывает почти 5 миллионов легковых автомобилей, и здесь как бы вопрос стоит так, там, условно говоря, если сейчас поставить задачу для какого-либо из предприятий о том, что нужно там в течение месяца утилизировать несколько тысяч кузовов, то здесь могут возникнуть вопросы, в силу того, что те производственные мощности по утилизации пока что недостаточны. У нас в Казахстане, я имею в виду, там, больше 50% автопарка – это автомобили старше 20 лет. Там, возможно, цифры даже выше, нет? Знаете, нет, цифры уже не выше. Цифры снизились у нас по данным за прошлый год, это примерно 17 лет сейчас. Ну, тем не менее, да, мы понимаем, что есть, скажем так, определенные кондиции странового автопарка, это данность, которая есть. Соответственно, это как раз важно вот с точки зрения вывода из эксплуатации старых автомобилей. Почему? Потому что значительная часть той техники, которая, ну, собственно говоря, уже имеет там возраст 20-30 лет и более, значительная часть техники просто не эксплуатируется. А другая часть, как мы с вами понимаем, она может эксплуатироваться с нарушениями, скажем так, правил… Эксплуатации, там загрязнения воздуха. Эксплуатации, да, там правил технического осмотра и всего прочего. Поэтому в этом смысле, знаете, наверное, было бы целесообразно, кстати, вот говоря о той же программе льготного кредитования, наверное, было бы целесообразно внедрить такой механизм, который позволил бы владельцу старого автомобиля сдать его в утилизацию и при этом, ну, условно говоря, получить какой-то сертификат или каким-то иным образом обозначить его приоритет в участии, например, в программе льготного кредитования. Я имею в виду очередность. Ну да, чтобы он имел какие-то… Да, 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 какие-то преференции. Да, преференции. Ну вот если продолжить тему льготного автокредитования, в прошлом году Минтранспорт сказал, что все, мы прекращаем эту практику. Я так понял, что будут возвращаться деньги, вот как бы револьверные эти. Или это все, практика полностью прекращилась? Ну, посмотрите, скажем так, новые транши в работу программы льготного кредитования, они поставлены на паузу. Ну, действительно, программа в этом смысле приостановлена, хотя за счет револьверных средств действительно есть возможность участвовать в этой программе. Но тут надо отдавать себе отчет в том, что темпы выдачи, темпы одобрения и выдачи новых займов, они будут, ну, скажем так, существенно замедлены. В силу того, что фондирование программы отсутствует, есть только механизм револьвера. Соответственно, темпы выдачи новых займов, они напрямую зависят от того, насколько качественно обслуживаются уже выданные займы. С точки зрения программы льготного кредитования как таковой вообще, то, в принципе, ну, здесь дискуссий нет никаких. Все понимают, что программа такая, она весьма-весьма востребована, учитывая, там, ну, ту же ситуацию со ставками, там, на розничные автокредиты от банка второго уровня. Безусловно, те пресловутые 18 секунд, они вполне закономерны в этом отношении. Почему? Потому что мы имели ограниченный объем средств. И, по сути дела, ну, понимая цифры, там, по среднему чеку, например, на автомобили, которые пользуются наиболее широким спросом, еще на этапе запуска этой программы мы у себя в агентстве посчитали, и мы говорили об этом сразу, что будет выдано, по всей видимости, в пределах 12,5 тысяч автомобилей. То есть, учитывая спрос на какую технику, как правило, приходится в рамках этой программы. И оно так и оказалось, на самом деле. И, по сути дела, мы имеем ровно то, что могли иметь с учетом того, какой объем фондирования был выделен на работу программы. То есть, вы выступаете за продолжение какой-то аналогичной или похожей программы? Ну, знаете, дело не в том даже, что за или против. Дело в том, что объективно, если говорить о программе льготного кредитования на покупку автомобилей, на покупку недвижимости, там, квартиры, всего прочего, это в любом случае такой социальный проект, который в любом случае будет широко востребован. Другое дело, как этот механизм настроить весь и как его администрировать для того, чтобы программа работала более эффективно. Если помните, практически там за пару недель, наверное, до того, как программа была поставлена на паузу, со стороны тогда еще Министерства индустрии, если я не ошибаюсь, было выдвинуто предложение о том, чтобы установить определенные ковенанты по уровню дохода участников программы и, кроме этого, исключить там две или три модели автомобилей, которые подпадали под эту программу, но имели при этом стоимость, ну, примерно 15 миллионов тенге. Это, да, по сути дела, это ведь, вот это предложение, оно, оно, безусловно, оно бы помогло, опять же, с оговоркой на те имеющиеся объемы фондирования, это предложение, будь оно введено в работу, оно бы помогло несколько расширить охват программы. Почему? Потому что, ну, те же 15 миллионов тенге, которые гипотетически по программе могут быть выданы на покупку одного кроссовера, который, да, выпущен у нас в стране, но это автомобиль все-таки среднего ценового сегмента, и давайте прямо скажем, покупатель такого автомобиля по большому счету имеет возможность, скажем так, купить самостоятельный автомобиль, но пусть классом ниже, либо мы на эту же сумму выдаем два компактных, но более бюджетных, например, седана или хэтчбэка, которые у нас производятся, там, в Алматы или в Кустаная, и, соответственно, удовлетворим потребности уже как минимум двух семей. Но нет такого, вот у нас в Казахстане просто есть программы, да, тоже по недвижимости, да, социальные программы, льготные ипотеки, они приводят к росту цен на недвижимость, да. Льготное автокредитование, оно привело к росту стоимости на автомобиле, ну, если анализировать цены. Если совсем коротко отвечать, то нет, если объяснять почему, то давайте обсудим. Дело в том, что перед началом работы льготного кредитования, в принципе, со стороны регулятора был очень четко обозначен ценовой диапазон тех автомобилей, которые гипотетически могут участвовать, да, это одно. Второе, надо понимать, какие объемы, в принципе, продаж были произведены с привлечением вот этих вот самых льготных кредитов. По сути, там, 16 мая, да, программа стартовала и вот закончилась, ну, давайте скажем грубо, 31 декабря. За это время было реализовано по программе чуть больше 12 тысяч автомобилей. И давайте теперь оценивать, вот с точки зрения нашего казахстанского рынка, 12 тысяч автомобилей, много ли это или мало. В принципе, ежемесячно, безотносительно того, работает программа льготного кредитования или не работает, 12, а в последнее время даже и 15 тысяч автомобилей казахстанцы покупают в автосалоне самостоятельно, либо за наличный расчет, либо там с привлечением других финансовых инструментов, там, тех же рассрочек, например. То есть, для рынка, который, ну, вот в тот год составил 124 тысячи автомобилей, 12 тысяч, ну, это не тот показатель, который может драматическим образом, вообще сам по себе драматическим образом сказаться на рыночной ситуации, во-первых. А во-вторых, надо понимать, что со стороны регулятора, опять же, действовал очень жесткий, скажем так, регламент по отношению к производителям и дилерам, который не то что запрещал, скажем так, по разным причинам повышать цену на эти автомобили, он запрещал даже предлагать дополнительное оборудование. Даже были случаи, там, вот в Шенкенте, наверное, один из самых широко освещенных в СМИ был случаев, когда были применены штрафы к дилеру. Поэтому нет, это не тот инструмент в нашем случае и не те объемы реализации техники, которые так или иначе могут либо повлиять на цены, либо каким-то образом усилить дефицит. То есть, такого влияния, как на недвижимость, эта программа не оказала, да, социальная поддержка населения. Что вы ожидаете от 2024 года на автомобильном рынке? Какие-то есть реперные точки, которых нужно ждать, появление новых игроков, возможно, новых законов каких-либо? Ну, знаете, казахстанский рынок, он, в принципе, сам по себе имеет довольно высокий потенциал роста по нескольким причинам. Во-первых, естественным образом наш рынок расширяется. Надо сказать, что с 2014 года население Казахстана ежегодно прирастает на 250-300 тысяч человек. В пандемийный год, кстати, это было почти 500 тысяч, если мне не изменяет память. И при этом мы вместе с этим наблюдаем, что покупатель автомобиля, он, в принципе, молодеет. И вместе с тем мы видим, что производственные мощности внутри страны наращиваются. И при этом сохраняется покупательская способность. И, в принципе, даже мы фиксируем рост доходов. Да, другое дело, что темпы этого роста, ну, их как бы можно обсуждать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому рынок в будущем году, при условии того, что рынок не столкнется с какими-либо внешними потрясениями или какими-то, скажем так, резкими разворотами в плане регулирования, рост продолжится. И, скорее всего, это будут показатели примерно в пределах 15-20 процентов. То есть приближены к тем цифрам, которые мы видели в промежутке 17-21. Да, среднестатистические, скажем так. В том, что касается ассортимента, например, или модельного ряда представленной техники, то, да, он будет несколько расширен. Поэтому будут, во-первых, представлены новые китайские бренды, будет представлен уже в ближайшее время один европейский бренд на нашем рынке. И, соответственно, мы знаем с вами, что импорт тех же китайских автомобилей, он сейчас постепенно тоже обеляется. И некоторые из тех брендов, которые завозились к нам либо физическими лицами в частном порядке, либо иными каналами через тех же серых дилеров, они тоже могут быть в нашей стране представлены официально. Поэтому покупка, скажем так, новых автомобилей в этом отношении станет более комфортно для потребителя. Ну и потом надо понимать, что дистрибьюторы совместно с банками, они весьма активно разрабатывают и внедряют разные финансовые инструменты, которые направлены на то, чтобы более комфортно распределить финансовую нагрузку потребителя при покупке автомобиля. Вот в этом смысле, наверное, это вот те ключевые моменты, которые будут на рынок воздействовать. Ну и да, безусловно, возможно, мы все-таки увидим незначительный рост онлайн-продаж. Сейчас крупнейшие игроки на нашем рынке предлагают такие инструменты, но пока что то ли онлайн-продаж пренебрежительно мала, прямо скажем. Другое дело, что покупатель нового автомобиля, он действительно молодеет у нас в стране, и в этой связи вот будет очень интересно понаблюдать за тем, как вот в этом направлении. Новая культура покупок. Да, 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 да. Как будет в этом направлении рынок развиваться. А что вы можете сказать об экспортном потенциале производителей? Есть ли шансы по-настоящему широко выйти на близлежащие страны? Знаете, вот с точки зрения экспорта, безусловно, у казахстанских предприятий есть потенциал, с этим сложно спорить. Другое дело, что внутренний рынок пока еще не находится в состоянии насыщения, поэтому он будет оставаться приоритетом в ближайшие годы. В целом, да, надо сказать, что экспортные направления для нас сейчас это страны, прежде всего, Центральной Азии. До определенного момента, конечно, Россия была, скажем так, одним из таких активных направлений официального белого экспорта, но в силу нынешней ситуации, конечно, все-таки крен будет смещаться в сторону Центрально-Азиатских стран, в сторону Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Поставки на самом деле есть уже сегодня, но они, по всей видимости, будут расти, потому что, во-первых, на тех рынках казахстанская техника все лучше приживается, ну и, во-вторых, скажем так, сервисная сбытовая сеть на территории тех стран, она тоже становится шире и современнее. Артур, спасибо вам большое за беседу, я надеюсь, уважаемые зрители, вам также большое спасибо за внимание, ставьте лайки, жмите колокольчики и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok